Здравствуйте! Сегодня хочу, чтобы мы вместе с вами определили самые благоприятные дни для зачатия в вашем менструальном цикле. Или наоборот, определили самые опасные дни для наступления нежелательной беременности, особенно если вы используете ненадежные методы контрацепции, такие как прерванный половой акт, или используете спермициды, например, свечи или крема. Все прекрасно знают о том, что самым благоприятным периодом для зачатия является период овуляции. Но овуляция у каждой женщины происходит в разное время, и это не обязательно должна быть середина цикла. Овуляция происходит, как правило, за 14 дней до ожидаемой менструации. То есть, если у вас цикл 28 дней, то она произойдет на 14 день. А если ваш менструальный цикл 34 дня, то она произойдет на 20 день. Вот видите, какая разница. Поэтому нам необходимо определить не конкретно один день, а именно период. Потому что яйцеклетка живет после того, как произойдет овуляция, живет один день. А сперматозоид сохраняет свою жизнеспособность в течение трех дней. Поэтому, если вы планируете беременность, вам необходимо жить активно половой жизнью за 3-4 дня до периода овуляции, и 1-2 дня после. Это даст более вероятное наступление беременности. Теперь давайте перейдем именно к календарному методу вычисления самых благоприятных дней для зачатия. Для этого нам понадобится ваш календарик. Напомню о том, что необходимо ввести календарь менструации. Это нужно не только для врача, когда вы приходите на прием. Это нужно для вас. Во-первых, вы сможете определить самые благоприятные дни для зачатия. И сможете диагностировать первые симптомы, например, какой-то патологии. Поэтому это очень важно. Если вы еще не ведете календарь своих менструаций, рекомендую это начать. Особенно сейчас это очень просто. Необходимо просто скачать приложение в свой смартфон. Итак, приступим. Нам необходимо знать длительность минимум 6 ваших менструальных циклов. Мы знаем, у нас есть 6 менструальных циклов. Мы берем с этих циклов самый короткий менструальный цикл и самый длинный. Буду приводить сразу примеры, чтобы было проще. Итак, например, ваш самый короткий менструальный цикл составил 26 дней. Нам от этой цифры, от 26, необходимо отнять 18. Мы получим цифру 8. Запомнили эту цифру. Теперь необходимо взять самый длинный менструальный цикл. Например, он у вас был 30 дней. От 30 нам необходимо отнять число 11, и мы получим цифру 19. Теперь вспоминаем. У нас была цифра 8 и 19. Итак, вот именно в этот период, то есть с 8 по 19 день менструального цикла, является самым благоприятным для зачатия. Или наоборот, самым опасным периодом для наступления нежелательной беременности. Попрошу обратить внимание, что календарный метод не 100%, а лишь предположение, когда у вас может произойти овуляция. Для того, чтобы более конкретизировать и определить вашу овуляцию более достоверно, существуют другие методы. Например, это может быть измерение базальной температуры, проведение тестов на овуляцию. И самым точным является проведение фолликулометрии. То есть, во время менструального цикла вы ходите несколько раз на УЗИ, доктор меряет созревающий фолликул, потом отмечает факт наличия желтого тела, и это говорит о том, что у вас произошла овуляция, ваши циклы овуляторные, и по росту фолликула вы можете определить, когда же вам необходимо жить половой жизнью более активно. Но существуют и косвенные методы определения овуляции. Это может быть тянущая боль внизу живота, изменение характера выделений, выделения могут становиться такие более тянущие, как яичный белок. Вот это тоже является симптомами переобуляторного периода. С помощью простых математических вычислений мы с вами определили самый благоприятный, самый фертильный период в менструальном цикле. Вы можете ссылаться немножко на него, и таким образом осуществление будущего материнства становится ближе еще на шаг. Или наоборот, вы с помощью данного метода сможете избежать нежелательной беременности. Надеюсь, это видео для вас было полезным, несложно сделать эти расчеты. От вас требуется лишь только ввести календарь своих менструаций. Поэтому приступаем уже сегодня. Спасибо большое за ваше внимание. Я надеюсь, вам было интересно. Если остались вопросы, пожалуйста, пишите, приходите на прием. Будем общаться лично. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...